Мы наклеили на металлическую пластинку, изолирующий кружок из полиэтилена. Зарядим пластинку от высоковольтного источника и поднесем ее к шарику, установленному на электроскопе. Стрелка электроскопа отклонилась очень слабо. А теперь установим на электроскоп вторую такую же пластинку и повторим опыт. Стрелка отклонилась заметно сильнее, хотя электрический заряд на поднесенной пластинке был тем же самым. В чем же тут разница? Когда мы подносим пластинку к шарику, наводимый на шарике заряд невелик по сравнению с зарядом пластинки. Поэтому заряд на скобе и стрелке электроскопа тоже невелик, и они отталкиваются друг от друга незначительно. А когда пластинка подносится ко второй такой же пластинке, наводимый заряд практически равен поднесенному, так что скоба и стрелка отталкиваются сильнее. Заряды на пластинках за счет взаимного притяжения располагаются только на обращенных друг к другу поверхностях. Такое устройство называют электрическим конденсатором, в переводе на русский – накопителем электричества. Эти два электрода условно изображают две пластины плоского конденсатора. Поставим на них чашку с касторовым маслом, в которое добавлено немного манной крупы. Подадим на электроды высокое напряжение, и крупинки в промежутке между электродами выстраиваются по прямым линиям. Эта модель показывает, что электрическое поле в зазоре плоского конденсатора является однородным, и оно лишь незначительно вываливается за края пластин. Нарисуем две пластины конденсатора с находящимися на них зарядами. Силовые линии электрического поля идут от положительных зарядов к отрицательным. Напряженность электрического поля Е – это сила, с которой это поле действует на внесенный в него единичный положительный заряд. А напряжение У между пластинами – это работа по переносу единичного заряда с одной пластины на другую. Работа равна силе, умноженной на перемещение. Электрическое поле Е пропорционально заряду на пластинах конденсатора, значит и напряжение должно быть пропорционально этому заряду. Проверим это на опыте. К электростатическому источнику напряжения подключен металлический шар, с которого мы будем переносить одинаковые заряды на плоский конденсатор. Напряжение между пластинами конденсатора измеряется с помощью электрометра. Переносим первую порцию заряда, и напряжение вырастает до 12 вольт. Еще одна такая же порция – напряжение выросло до 24 вольт. И дальше напряжение между пластинами конденсатора растет пропорционально перенесенному заряду порциями по 12 вольт. Этот опыт ведет нас к понятию емкости конденсатора, о котором мы поговорим в следующем фильме.